Я сегодня где только не была, короче, сходила уже к двум врачам. Ой, в общем, прописали мне там курсы таблеток, как обычно, уколы. Сейчас сбегала в аптеку уже, купила ампулы, бегу на первый укол. И съездила в нашу галерею Чижова, купила билеты нам в кино, наконец-то, на... пойдем мы на «Пираты Карибского моря». Я очень хотела, потому что мы до этого все части пересмотрели специально. Вот, пойдем. Раньше не до этого было, но теперь, надеюсь, будем ходить в кино, развлекаться, как и раньше. Как обычно, сижу под кабинетом, был врач и нет его. Сиди, жди теперь, пока кварцевание там закончится, уже 20 минут жду. Это как с такси сегодня. 20 минут прождала, потом еще и подъехала не туда, куда нужно. Я бы тебя прав нежно, я бы тебя прав глупо. Я бы тебя нежно нежно, я бы тебя прав глупо. Хороший уколчик, что я сейчас еле иду. И еще, плюс ко всему, такое ощущение, как будто у меня одна булка сильнее накачанной другой. Вот. Одна булка накачанная прям такая, а вторая дряблая висит. Ну, может быть, так и есть. Фу, я это представила. Вот, грубо говоря, целый день промоталась по больнице. Жесть. Никому не советую, не завидую. Понятное дело, что нет здоровых людей. Есть недообследованные. Как один человек мне говорил. В любом случае, с чем бы ты ни пришел в больницу, тебе кучу всего найдут, тебе кучу всего будут прописывать. От этого никуда не денешься. В общем, я думала, что очень все серьезно. В плане по-женски и у мамолога. Но оказалось все более-менее норм. Хоть это радует. Ну, а с копчиком так все и останется пока. Пока я буду проходить курс лечения. Буду пить таблетки и колоться. А после уже, даже не после, а во время этого, там, три месяца мне нужно, короче, пить и колоть. А после этого уже я, вернее, не после этого, во время этого, я буду что-то думать с копчиком. Может быть, даже и операцию сделаю. Не знаю. Стремненько, если честно. Охренеть. Только пришла домой. Собираюсь в кино и сделала такой макияж. Я делаю это сейчас очень редко. Если глаза мне еще более-менее нравятся, как я сделала, то губы, мне кажется, уж очень такие вызывающие, яркие. Какие-то такие вечерние. Хоть это и на вечер, но мне кажется, ну, какой-то перебор. Я не то, что даже некомфортно себя чувствую, просто чувствую себя какой-то взрослой, наверное, слишком. Сочетание цветов. Я пыталась сделать амбре. И вот сочетание цветов какое-то такое получилось немножко взрослящее. Поэтому я, наверное, от цвета губ избавлюсь. Сделаю обычный, наверное, бесцветный прозрачный блеск. Закрыла микрофон, как обычно. Темные оттенки просто, ну, действительно взрослящие какие-то. Я заметила, что когда я делаю темные глаза, именно выразительные, и темные губы, то я выгляжу хоть и хорошо, но очень повзрослой. Очень. Поэтому нет. Ну вот, с блеском, мне кажется, это выглядит как-то очень даже ничего. По крайней мере, лучше, чем то, что было. Блин, я так отвыкла вообще от покраски бровей, глаз, губ. Именно такими вот выразительными, яркими оттенками, что я смотрю сейчас на себя и понимаю, что... Не смыть ли мне это всё нафиг. Немножко такой жёлтый свет, но, в общем, выгляжу я вот так вот. Такая девочка-припевочка. Блин, мне кажется, лекарства мочегонные какие-то. Хотя нет, я пила чай. В общем, не успела выйти из дома, как в тузик захотелось. Накидают на экшир. Я только что... Ой. Я только что продала свою GoPro, старую. И уже заказала новую. Надеюсь, она мне понравится. Ну, в целом, ничего не потеряю. Абсолютно. Укол в вену. Ой, короче, это... Я теперь понимаю, что чувствуют наркоманы. Ну, отчасти, наверное. Приход просто не такой. Вернее, его нет. Приехала я, значит, в магазин, в интернет-магазин. Короче, нашла я натуральную косметику. Именно интернет-магазин. И на сайте просто был указан адрес. Я по этому адресу приехала. Я думала, у них есть физический магазин. В общем, короче, его нет. Здесь какие-то склады. Я звоню по номеру. Хорошо, что позвонила. И, в общем, на самом деле у них, да, действительно здесь склад. И молодой человек просто записал все, что мне интересно было. И сейчас подъедет, чтобы показать мне, проконсультировать, посмотреть. В общем, ой, короче, жесть. Просто жесть. У меня вечно какие-то приключения. И GoPro, кстати, я заказала, но почему-то ее до сих пор нет. Никто мне не звонит, ничего мне не говорит. Я уже начинаю переживать. Как бы. Сколько, что там можно складывать? Что там можно, блин, я не знаю, так долго заказ формировать? Господи, я не знаю. Или она с Китая едет? Ну, все возможно, конечно. Ну, все, сделка окончена. Все-таки я встретилась с тем чуваком. Все сделала, как хотела. Ой, иду домой. А потом гулять. Ну, прогуляться, как обычно, по парку. Пришел дождь, но, блин, на улице все равно такая духота. Я думала, холодно. Взяла куртку, зонт. Ну, короче, к чему, зачем? Я уже покушала перед уколом. Да, обычно все снимают красиво, показывают свои завтраки, ужины и обеды. Но у меня все как всегда. И выдвинулась на сам укол. Соответственно, уже возле больницы. Причем осталось, наверное, меньше полчаса до окончания сеанса. До окончания процедур. Капец. Только что обкололи две руки. С одной руки иголка вылезла из вены. Капец. У меня уже на этой руке синяк. Не знаю, видно или нет. А было всего лишь туда только три укола. В общем, это жесть. Я вся мокрая. Я вспотела. Просто жесть. И сегодня тестирую новую косметику. Натуральную косметику. Короче. Вуаль. Матирующая. И у меня вспотели только брови. Это так смешно. Пойду как раз прогуляюсь. И тут что, как-то чувствую себя не очень. Я тут хожу, гуляю и снимаю заодно. А люди думают, что я репортер какой-то. Дедушки даже хотели, чтобы я их сняла. Репортаж взяла. Охренеть. Я вовремя пришла домой. Уже в который раз. Это просто жесть. О мой бог. Да, гулять мы уже не пойдем однозначно. Хотя, если он сейчас успокоится.